Общее сведение. Ановуляторное маточное кровотечение, дисфункциональное кровотечение, возникающее на фоне ановуляторного цикла, провоцируется вредными воздействиями, наблюдается на фоне некоторых заболеваний и врожденных аномалий. Возникает вследствие отрезия незрелого фолликула или персистенции фолликула, влекущих за собой нарушение циклического развития поверхностного в слое эндометрия и разрастания этого слоя с его последующим отторжением. Ановуляторное маточное кровотечение чаще выявляется в пубертатном или при климактерическом возрасте. Отличается от обычной менструации нерегулярностью, большей длительностью и величиной кровопотери. Сочетается с бесплодием, вызванным отсутствием овуляции. Могут провоцировать вторичную железодефицитную анемию. Лечение ановуляторных маточных кровотечений осуществляют специалисты в области гинекологии. Что такое ановуляторный менструальный цикл? Нормальный менструальный цикл состоит из двух фаз. Первая фаза начинается с первого дня менструации. Старый внутренний слой эндометрия отторгается, затем начинается пролиферация, образование нового внутреннего слоя, готового принять оплодотворенную яйцеклетку. Одновременно в яичнике под влиянием фолликулостимулирующего гормона происходит созревание яйцеклетки. После созревания яйцеклетки передняя доля гипофиза выбрасывает в кровь пиковое количество люльтинизирующего гормона, который инициирует овуляцию, разрыв зрелого фолликула и выход яйцеклетки в фоллопевую трубу. После этого начинается вторая фаза менструального цикла. На месте фолликула образуется желтое тело, продуцирующий прогестерон. Активность пролиферации эндометрия снижается, высота поверхностного слоя увеличивается, создаются оптимальные условия для имплантации яйцеклетки. За несколько дней до начала менструации рост эндометрия прекращается. Желтое тело регрессирует, уровень прогестерона снижается. Кровообращение в поверхностном слое эндометрия нарушается, клетки некротизируются. Спазм сосудов сменяется их паралитическим расширением и омертревшие клетки выходят вместе с менструальной кровью. При анавуляторном цикле вторая фаза отсутствует. Овуляция не наступает, оплодотворение невозможно. Может наблюдаться обратное развитие фолликула, отрезе или продолжение роста фолликула с формированием кистовидного образования и персистенция. Желтое тело не образуется, уровень прогестерона не повышается, клетки эндометрия продолжают пролиферировать. Из-за отставания роста сосудов питания поверхностного слоя ухудшается, в нем возникают дистрофические изменения. Отторжение некротизированного эпителия сопровождается вскрытием сосудов и обильным кровотечением. Анавуляторное маточное кровотечение причины Непосредственной причиной анавуляторного кровотечения являются однофазные циклы, которые могут возникать в результате нарушения деятельности. Гипофизы и уменьшение количества фолликула стимулирующего или лютинизирующего гормона, а также расстройств гормонального баланса. Изменение соотношения эстрогенов-андрогенов лютинизирующего и фолликула стимулирующего гормона. Однофазные циклы, сопровождающиеся анавуляторными маточными кровотечениями, провоцируются инфантилизмом, пороками развития, нарушениями обмена веществ, авитаминозами, хроническими интоксикациями, инфекционными заболеваниями, тяжелыми стрессами. Однофазные циклы не всегда являются свидетельством патологии, а минорагии при таких циклах не всегда расцениваются как анавуляторные маточные кровотечения. В норме такие циклы возникают в течение 1-2 лет после менархи, при менопаузе и во время кормления грудью. Кроме того, у некоторых женщин анавуляторные циклы чередуются с авуляторными. Диагноз выставляется только когда однофазные циклы сопровождаются обильными кровотечениями с нарушением общего состояния работоспособности. Симптомы выделяют три варианта анавуляторного маточного кровотечения при отрезе множества фолликулов при кратковременной ритмической персистенции фолликулов при длительной персистенции фолликулов отрезе множества фолликулов диагностируется в подростковом возрасте. Анавуляторное маточное кровотечение начинается после задержки менструации на срок от полумесяца до полугода, может быть умеренным, но продолжительным – более 10-15 суток, либо очень обильным, быстро приводящим к развитию анемии. В тяжелых случаях возможны вторичные нарушения свертываемости, еще больше усугубляющие анавуляторное маточное кровотечение. Кратковременная ритмическая персистенция фолликулов может наблюдаться в любом возрасте, но чаще выявляется в репродуктивном периоде. Сопровождается менструально подобным анавуляторным маточным кровотечением, обычно возникающим после задержки менструации на срок от нескольких дней до нескольких недель. Длительная персистенция фолликулов обычно выявляется время на паузе, но может встречаться и у женщин других возрастов. Кровотечение продолжительное, обильное, повторяется через 1,5-2 и более месяца. При длительной персистенции чаще, чем при других формах, наблюдается анемия. Присоединение вторичной железа дефицит на анемии при всех формах анавуляторного маточного кровотечения сопровождается слабостью, сонливостью, быстрой отомляемостью, головокружениями, обмороками, тахикардией, потливостью, бледностью кожи и слизистых. Диагностика диагноз устанавливается на основании жалоб больной, сбора анамнеза, данных общего и гинекологического осмотра и специальных исследований. В пользу данной патологии свидетельствуют необычно обильные или длительные кровотечения, появляющиеся после задержки менструации. В ходе гинекологического осмотра больных с анавуляторными маточными кровотечениями обнаруживается положительный симптом зрачка не ослабевающий и не исчезающий во второй половине цикла. При исследовании слизи из цервикального канала выявляется положительный феномен папоротника. Ректальная температура остается стабильной на протяжении всего цикла. Раздельное диагностическое выскабливание при анавуляторных маточных кровотечениях выполняют в репродуктивном и преминопаузальном возрасте. У больных подросткового возраста материал для гистологического исследования получают путем аспирации. При гистологическом исследовании материала, взятого у женщин с ритмической персистенцией фолликулов, выявляется избыточная пролиферация. Индометрия или железистокистозная гиперплазия Индометрия у пациенток с длительной персистенцией фолликулов, железистокистозная Адиноматозная полипозная или атипическая гиперплазия Индометрия Для определения причин развития анавуляторных маточных кровотечения и исключения других заболеваний, сопровождающихся аналогичной симптоматикой, назначают всесторонние обследования. Анавуляторные кровотечения дифференцируют с болезнями крови, тромбоцитопения и нарушениями функций печени, болезнями эндокринной системы, органическими и воспалительными заболеваниями репродуктивной системы. В зависимости от жалобы результатов осмотра больную с анавуляторным маточным кровотечением могут направить на консультацию к эндокринологу, терапевту или инфекционисту. Программа обследования включает в себя общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, анализ крови на гормоны, УЗИ органов малого таза и другие исследования.